а сейчас передают музыку это кто композитор вы знаете вы знаете это же это шостакович это ваша музыка сейчас я как садачи преподаю предмет который называется то есть в вежене литература в ежене випоне и использую два подхода это один подход это теорический подход второй подход это практический подход и теорический подход это основывается на теории литературе и практический аспект основывается на лекции по литературе или лекции по русской литературе который написал Раджимир Набуков в теоретическом аспекте на занятии на моем занятии то есть объясню такие вещи такие предметы например сначала о русском формализме о структуализме о семиочке феноменологии или теории рецепции теории рецепции вы знаете что такое это по-английски будет reception theory еще о новом критисме это по-английски будет new criticism это английский подход к анализированию еще о психическом анализе еще о феминистическом анализе еще о деструктуализме постколониализме еще о неоисторисме вы знаете new historicism по-английски бюджет еще о экологическом критисме экокритисме еще марксистическим то есть марксистическим критисме еще с интертекстуализм аппорифонии но еще есть новое направление которое называется например distant rating or world literature тоже это название критерия еще сейчас распространяется какое-то применение когнитивизма к тоси литературов в жизни например написан Брайан Бойд это тоже иногда использую Терри Грутон в книге literary theory опубликованной Терри Грутон отакон апсал это 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 В 1970-м году, когда молодой русский формалист Виктор Шкрукски published his pioneering эссей, «Арт-Аз-де-Вайс». После этого, особенно в последние две годы, литерарная проливерация, «The very meaning of literature, reading and criticism, has undergone deep alterations. But not much of this theoretical revolution has yet spread beyond a circle of specialists and enthusiasts. It was still to make its full impact on the students of literature and the general reader. Toysi, Advet Navaprosu, про наших литературоведов, но американских, европейских, это 1917 год, это не только, как сказать, год, когда произошла русская революция, а именно когда Виктор Шкоровский, молодой русский формалист, опубликовал эссе «Искусство как прием». Так бы, что вы хотите ответить на этот вопрос. Давайте сейчас немножко представляем содержание «Искусство как прием». Конечно, вы уже хорошо знаете. В Японии я так рассказываю всегда, что такое 20 век. Это мы можем называть 20 век эпохой экстенциализма или временного структурализма или семечки. И в прохожих эпоху пост-модельянизм и деконстракции теперь наступил 21 век. Это мы можем назвать в этой эпохой нейронауке, нейросайенс, нейронауке или когнитивистик. Ну, конечно, я не могу сегодня подробно рассказать, что такое структурализм, но вообще говоря, так можно сказать. Например, кто-то верит в свою религию, кто-то живет в своей стране, кто-то говорит по своему языку. Кто-то думает, что это правильно, кто-то думает, что это плохо, кто-то думает, что это хорошо или не хорошо, кто-то думает, что это нравится или не нравится. но всякие ценности но всякие определение это как сказать это ограничивается какой-то фронологическом или топологическом как сказать ограничение вы можете понимать да объясните пожалуйста это может быть это сложно человек это человек похоже о чем-то думает о чем-то о чем-то да это хорошо или нет кто-то верит бога кто-то не верит бога да тоже кто-то думает это хорошо кто-то думает не хорошо кому-то нравится не нравится но каждый вкус и каждый каскаде оценки доброте или правживости это все ограничивается каким-то как-то фронологическим или топографическим да это ограничение то есть все живут например я живу в японии вы живете в россии но своя есть какая-то самостоятельная дисциплина самостоятельная как сказать структура все все думает именно зависимо от ограничение чем-то понимаете то есть с точки зрения структуризма но всякие мнения всякие всякие аценки это остановивается на чем-то ограничен аграничен аценки да понимаете то есть еще надо другой человек каждый аценки да смотри ваэт а конта а чир-лабейки а рюжа като ли думает а чонта аль Это, я думаю, что натуральный структурализм, но в общем, это было как-то научная тенденция до всякого века. Но именно это натуральный, а то русского формализма, или как-то, но великого русского межреча, но так я думаю. Но конечно, не только так сказать, но очень важный ролик и гражданин, но великого русского, да, это смешно, так я разговариваю, да, но то есть я всегда разговариваю, как у вас богатая критуля, очень много философов, очень много мишли и чели, так всегда разговариваю. Искусство как прием, это так начинается, что такое искусство, это мишлени и образами, да, но так говорит, да, но... Как вы думаете? Образы, ну, как сказать? Паечеческий язык. Паечеческий язык, а что оно бывает, например, на мишлени и образами. Так можно говорить. Но иногда бывают случаи, когда слишком много раз повторяете одну фразу, да, например, какие-то фразы с образами, но... Как сказать? Пересказывайте, например, сегодня хорошая погода. А как можно сказать, используя образ? Может быть, если, например, сказать что-то о человеке, если человек хорошо выглядит, предположим, можно сказать ему, что он сияет, как солнце? О, да, 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 да. Он сияет, как солнце, да, 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 да. Так можно сказать, да? Да, прекрасно. Да. У вас не говорили? Например, солнце улевая, да. Не говорили так? Например, в Японии есть какой-то мультикационный фильм, да, который показывает это. Каждый раз в неделю. Но песни всегда так начинается. Солнце улевается, солнце улевается, да. Но это сколько-то раз слышу это, это фраза. Но даже, как мне надо это слышать, да. Но это иногда бывают такие случаи, когда в это, как сказать? Но слишком много, но часто, да, но употребление одной и той же фразы. Это, как сказать? Это, как сказать? Ну, используйте, например. Ну, это образный смысл, да. Но, например, это, как сказать? Солнце улевается или небо плачет. Да? Это тоже можно сказать. И еще. Какие ваши красивые очи это, блистайшие, как звезды в ночи. Ну, если слишком много раз повторяете, ну, как-то, ну, это, как будто чувствуется, о, 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 да. Ну, может быть, это только японцы. У вас тоже? Не бывает? Ну, извините, это я считаю. В принципе, алинидора формалистов является вопрос не о методах изучения литературы. А литература, как предумеется изучение, ни о какой методологии мы в сущности не говорим и не спорим. Мы говорим и можем говорить только о некоторых теоретических принципах, подсказанных нам не той или другой готовой методологически при эстетической системе, а изучением конкретного материала в его специических особенностях. Так написано, ну, кто-то объясняет, пожалуйста. Ну, конечно, вы русские на берете, ну, ручи, риболище, хорошо. Ну, ручи, знаете меня, ну, что-то такое. Русские форумалисты. Ну, было времена, когда японцы с большим энтузиазистом, очень-очень серьезно старались. Ну, понимать, да? Ну, что такое русские форумалисты. Ну, это время, ну, например, в 70-х, 80-х годах. Ну, тогда это нам японцам было трудно достать, например, книги, то есть, которые, ну, это, как сказать, были написаны на русском языке. И иногда, например, это ученики или писатели, которые интересовались русским форумалистом или бафтинологии. Это импортировали книги, например, из Франции и перевозили, например, с французского языка на японский, да? Например, ученики бафтинологии. И первая публикация о русском форумализме тоже издана. Это перевозили с французского языка на русский, не на русский, а на японский. Да. Ну, так мы обожали, так мы уважали русскую ритературу. Как сказать? О чем говорит? Да, пожалуйста. Может быть, здесь говорится о том, что формальный метод — это такой подход, когда рассматривается конкретный материал и какая-то его специфика, а не то, что этот материал как бы значит и как его изучать, а именно сам он в своем специфике. Да, 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 да. Совершенно правильно. Да. Но давлень давно, может быть иногда бывает сейчас и сейчас, да? Такая тенденция, когда, например, все говорят на литературу, например, о своем вкусе или с точки зрения своих специальностей. Ну, например, я юрист, но я читаю, например, Шекспира, но с точки зрения права могу сказать так и так, да? Понимаете? Или с точки зрения истории, с точки зрения философии, понимаете? С точки зрения фисихологии или педагогики. Все богу сказать, ясно, прайзовый жени, а паразнам. Да. Но формалисты говорят, не так даржинович. Потому что литература как литература. В ней нет н. с说ая, но дисциплина, да? И как сказать. Литература не прайзовый жени имена как сказать. Вече прайзовый жени, есть. Но, когда самобитные кексы или как сказать, самостоятельная дисциплина, и имена атсшуда надо начи на начи. чтобы узнавать ценности этого произведения. Именно в какой литературности сохраняется в этом произведении? Именно в этом аспекте надо начинать. Так они сказали. Русского форумаизма Русского форумаизма Литература в одинаково систематизирована. После Русского форумаизма Но литература национальную устраивность к формированию науки Можно так сказать. Роман Яковссон новейшей русской поэзии так написал Пожалуйста читайте. Каким образом предметом науки о литературе является не литература, а литературность? То есть то, что делает данное произведение литературным произведением. Между тем, до сих пор историки литературы преимущественно подавлялись полиции, которая, имея целью расставать определенное лицо, захватила бы на всякий случай всех и все, что находилось в квартире, а также случайно проходивших по улице Милы. Так историку литературы все шло на потребу психологии, политики, философии. Вместо науки о литературе создавался как бы эмират доморощенных дисциплин. Как бы забывалось, что эти статьи отходят соответствующим наукам. История, философия, история культуры, психологии и так далее. И что последние могут, естественно, использовать литературные памятники как дефектные второсортные документы. Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать прием своим единственным героем. Далее основной вопрос. Вопрос о применении, оправдании приема. Может быть, это повторение того, что я сказал. Еще раз объясните, пожалуйста. Да, но это все понятно, что литературу нужно изучать с точки зрения литературы. Да, да. Правильно. Что такое искусственный язык? Как переносится обычный язык к паитическому языку? Но, как Шкросский сказал, раньше думали, что обиде, как сказать, после того, как язык обладает, например, образами, то есть можно стремляться к паитическому языку. Но, как я объяснил, это если слишком много повторяете образ, какой-нибудь образ, это иногда образ тоже испортится. Понимаете? Потому что образ, как сказать, это распространяется везде, во всем мире. Какое-то образ, которое придумано, например, в какой-то стороне, может быть, и в другой стороне. Может быть, есть какой-нибудь похожий образ. Придумаете, какой-нибудь похожий образ. Это, как сказать, прежние мнения. Но после формализма, это так объясняется, а двух сравнений тоже это, пожалуйста, читайте, пожалуйста. Вы можете сформулировать поэзию равно по образусти. Создал всю цифру о том, что образность равна с твоей честью, способность образа становиться по столу, способность для различных подвижающихся. Это вывод, любивший себя в силу родственности идеи и символистов, Андрея Белова, Мережковского, с его вечными спутниками, и лежащий в основе теории символизма. Этот вывод отчасти вытекает из того, что подвиняние различал язык поэзии от язык вопроса. Благодаря этому он не обратил внимания на то, что существует два вида образа. Образ авторитетского средства мышления, средства объединения, и образ поэтический средства усиления впечатлений. Выясняют ли это? Да, да. Но, как Шиклокский сказал, что в сравнении есть два вида. То есть, хотя бы я не обращал внимания на это, но я не знаю, это может быть с точки зрения специалиста, почему нет. Это может быть, можно сказать по-другому. Но сегодня я не буду об этом поговорить. Вот это донейвник из донейвника Рива Толстого 29 февраля 1897 года. Но Виктор Шиклокский ввел премиэр, как премиэр именно части этого донейвника. Но для того, чтобы объяснить, но для того, чтобы мы хорошо поняли это, что такое остранение. Давайте, пожалуйста, читайте. Я не мог и чувствовал, что я уже это, возможно, вспомнил. Так что, если я обтирал и забыл это, то есть действуя сознательно, то это все равно, как не было. Если бы кто сознательно видел, то можно было восстановить. Если же никто и не видел, и не видел, но бессознательно, это целая жизнь многих проходит бессознательно. то это жизнь, как бы не было. Подумайте о себе. У вас тоже бывают такие случаи, да? Но какие бывают? Например? Не помню, закрыла ли дверь. Закрыли доверие или нет. Закрыли доверие или нет. Еще что? Выключил свет или нет. Выключил свет или нет. Еще что? Чистил зубы или нет. Это не может быть. Может быть. Можете быть. Но, если не выключаешь этот свет, если проверяешь, можно выточнить, да? Да. Но иногда бывают, например, какие-то вещи, которые невозможно вспомнить совсем. Что? Это же, наверное, так работает с некоторыми фразеологизмами. Не только с русскими, но и с другими. Они же очень многие достаточно образные. Когда мы употребляем их в обыденной речи уже, мы этим образом не воспроизводим вот той... Да, да, да. Совершенно... Да, да. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Да, да, да. Извините, это продолжение. Так пропадает ничто в меняющей жизни. Автоматизация сведает вещи. Плачь, мебель, жену и страх войны. Если целая сроженная жизнь многих проходит бессознательно, то это жизнь, как бы ни было. Так он говорит. Это слово. Толстова. То есть, что такое искусство? Но, по старому мнению, язык поэзии, как сказать, тоже, если слишком много раз повторяешь, можно, например, вернуться к язык поэзии. Это тоже можно на такско. по мнению Викторовича Кровского, язык поэзии могла бы обновляться, устремляясь к остранению. Что такое остранение? Читайте, пожалуйста. И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием отстранения вещей и прием с определенной формы, увеличивающей трудность на рукоту воспринятия. Так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство есть способ пережить деланные вещи, а сделанное в искусстве неважно. Да, но только одно произнесение, это как сказать, это ударение, ошибочное произнесение. Да, не визжение, а визжение. Иногда иностранец, да, исправляет ваша ошибка. Это редкий случай. Это визжение. Но чем отличается видение или визжение от визжение? Что такое визжение? Это восприятие. Да, но какое восприятие? зрительное да, да, визуальное да, да, ну например, ну например, думай, ну объясняйте пожалуйста, что такое визжение? Чем отличается простым узнаванием визжение? да. Может быть это работает так, что когда нам называют какой-то обычный предмет, ну к примеру стол, у каждого в голове появляется образ конкретного стола, то есть кто-то видит может быть деревянный, кто-то видит журнальный столик и так да, например, мы просто называем что это такое это стол, это все могут так называть, да, а что это такое это маркер или хромастер да, хромастер или маркер тоже можно так говорить, да, да, но это если так это употребляете слово, которое воспринято уже, это сразу узнаешь и больше ничего не думаешь, больше никакое представление откуда не появляется и но для того, чтобы полностью воспринимать что это такое надо сосредоточиться именно на видении чтобы сосредоточиться на видении нельзя употреблять но уже употребляемые слова давайте начинайте что это такое нет это уже уже сознаете уже сознаете не 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 видите давайте видите красное продолговатое пластмассовое с крючкой да что продолговатый предмет красный цвет да чтобы получать остров не фразы это да должны сосредоточиться именно на видение да это очень важно то есть это почему так важно это всегда ошибочно думает что что такое остранение ну это например я спрашиваю например кто кого-то вы знаете остранение знаю это сказать что-то употребляйте слово по-другому просто так говорят но шкоровский так не думает шкоровский говорит что это сначала сосредоточиться именно на видение и от этого возникают новое слово понимаете то есть после сосредоточения на видение можно получать новое остров не фразы понимаете но это я пример это как фразы уразима набокова это дар да но дар это написано на русском языке пожалуйста кто-то читает пожалуйста пожалуйста да переходя на угол в аптеку он невольно повернул голову блеснул рикошетом свиска и увидел с той быстрой улыбкой которой мы приветствуем радугу или розу как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба зеркальный шкаф по которому как по экрану как по экрану прошло безупречно ясное отражение ветвей скользя и качаясь не по-древесному а с человеческими колебаниями условленной природой тех кто нес до неба эти ветви эти ветви этот скользящий фасад это о чем описывает о чем объясняет об отражении неба в зеркалке да 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 ну то есть перехожая на угол аптекарской неволино поверну город и выжистой и остротой рыбкой которыми приветствовали радуги и розы как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба зеркалечка по которому как по экрану прошел ясно отражение это что они что они делает да просто они носят зеркалечка зеркалечка это в вечном языке можно так просто говорить но почему на букву так не описал потому потому что он видел не шкаф он видел отражение в этом шкафу да тоже но да 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 но но для того чтобы это получить новые фразы новые островные слова это надо нельзя употреблять это обычные обычные пошли слова да то есть и надо процедура то есть специально как сказать надо надо как сказать замедлить или как сказать медлить сознательно да каких-то вещей специально надо медлить медлить